и снова здравствуйте всем привет итак продолжаем делать бас лайтера подкидываем сюда давайте какую-нибудь болванку болванка тела есть будем вот эту использовать это болванка скачанная у меня так теперь делаем дубликат и подкидываем сюда болванку головы бас лайтер включаем гизму alt левая кнопка мыши переключаемся на гизма перетаскиваем на модель поднимаем ее на персонажа середину уменьшаем делаем скайл значит где-то в эту сторону перетягиваем следом нужно вот эту голову отрезать control shift левая кнопка мыши trim curve отсобачиваем так следом что следом нам нужно подкорректировать вот эту болванку уменьшаем или прибавляем наверное размер пера включаем мофт топологи x английского включаем симметрию уменьшаем здесь надуваем уменьшаем грудную клетку можно конечно с этой модели уже пролепить полностью значит и мышцы бас лайтер ну чтоб был с телом да в принципе это дело как говорится нам не надо так что у нас тут горб убираем горб нам не понадобится потому что здесь будет потом рюкзак можно это дело выгладить так что у нас по рукам руки слишком толстые но в принципе вот это болванка нормально подходит уже прямо под костюм так чуть-чуть надуем вот эти вот такая плечевой пояс так уменьшаем еще наверно грудную клетку уменьшаем его в эту вдавливаем поясницу поровнее вот таким вот образом в принципе что в принципе нормально теперь надо все это делаем склеить потому что здесь разные поле группы делаем геометрии делаем дайна мэш прибавляем резолюцию дайна мэш нажимаем все это дело склеилось теперь их симметрию отключаем и давайте вот эти руки теперь поднимем кверху control и делаем инвертацию включаем ротацию отключаем гизму перетягиваем белой кнопкой мыши значит наш ползунок и подставим где-то вот таким вот образом руку рука тут слишком длинноватая наверно давать я сразу ctrl shift от собачьим так ага ctrl z не есть good ладно делаем мира and well теперь можно замаскировать кисть ctrl w назначить полигруппу ctrl shift левая кнопка мыши выделить скрыть нажать делу хидом и сделать мира and well так все это дело есть ну а теперь нужно раскидать ему значит тут все причиндалы вот так он выглядит поставим луканьч в бок вот поэтому делу будем сейчас ориентироваться значит так первым делом нам нужны вот эти вот так груди на и штанишки даем ну давайте раскидывать можно делать значит примитивов а можно просто по нарисовать это дело да уменьшаем кисточку смотрим что тут сеткой делаем control w делаем склейку смотрим что тут все нормально теперь x симметрия и попробуем нарисовать вот эту душу так вот где-то вот таким вот образом так вот этот не надо штуку рисовать рисуем просто вот этот комбинзон здесь проходы подмышку ну а остальное можно будет потом натянуть подтянуть а здесь вот control alt покруче так сделать корректируем теперь вниз вот этой control alt сразу чтобы она была квадратная не сдаваем делаем стартул и делаем экстракт нажимаем и делаем на play теперь нужно все это опять же склеить потому что тут опять же разные полигруппы задние передние и потом это дело будет мешаться значит делаем дай нам с резолюцию побольше все пойдет теперь можно все в том все это дело выгладить так потом с помощью скульпта еще можно будет тут немножко разойтись ну а теперь нужно этот скафандр вот так вот вытянуть поднять заднюю стенку ну и тут тоже немножко приподнять выгладить первая часть намечена теперь нам понадобится так снимаем маску с тела нам понадобится сфера это уже примитив аппенд примитив подгружаем левая кнопка мыши и alt зажатый значит все это дело можно вы выделить дизму включаем уменьшать поднимаем нашему персонажу ну а тут эксперименты давайте обрежем где-то вот так и обрежем как-то ну так наверно так это будет у нас заготовка теперь через арк выбираем наш комбинзон попробуем немножко это все приподнять так здесь сзади тоже как-то в таком духе наверно поровнее делаем что-то в таком духе да пока не трогаем верхнюю часть давайте нарисуем эту центральную вот эти вот доспехи так кисточку можно поменьше чтоб четче было рисуем значит так вот таким вот образом эту пока отключим здесь у нас значит выемка конкал альт в принципе тут не столь важно она будет отрезаться так и в ну ну давайте еще проверим чтоб не было дырок и делаем экстракт делаем акцент контрол сетки мрайт немножко все это порежем чтоб почете были линии так и здесь можно уже смело собачивать где-то даже вот так так контрол сет пардонки в другую сторону и делаем гипометри модифика позже мира интер ну грубовастенько ну посмотрим что получится первый раз я им это делал все делаем будет не идеално и ну стилизованный такой будет так теперь нам понадобится пресс это делаем папы добавляем переключаемся альт левая кнопка мыши на куб куб можно значит уменьшить вытянуть его вперед и теперь немножко порезанного здесь можно даже побольше сзади ну что-то в таком духе делаем гипометрии мира and well середина слишком маленькая побольше от собачьим вот такой брикет этот брикет мы значит подставляем к прессу и растягиваем загоняем его значит в душу нашему персонажу ну а теперь нам понадобится аппенд сфера точно так же ее уменьшаем и подгоняем ее в душу нашему вот этому персонажу можно растянуть где-то чуть-чуть значит ее можно сплюснуть вот так вот ну и само собой обрезать так обрезаем это все дело можно сгладить это тоже обрезочку делаем делаем этого всего делал гайна мэш и к симметрии и попробуем все это дело чтобы вытянуть так альт на нашем персонажу убираем ненужные детали так ну пока где-то в таком духе только здесь чуть-чуть квадратно гнездовая должна быть эта штука и побольше ее значит выглаживаем где-то потом что-то долепится где-то добавится не суть вопроса пока это набросок значит аппенд добавляем на труселя сферу сфера должна как заходит так и порезать ее и будем от собачьему значит верхаем здесь вот можно обыграть сделать значит маской ну наверно лучше давайте давайте ее вот так вот обрежем побольше сделаем в геометре мира МТВЛ так теперь эту ступенцу нужно сплюснуть как-то так-то и вот эту штуку побольше кисточку значит и к симметрии подтянуть поднадуть тоже нужно повыше приподнять чтобы у нас было потом возможность значит здесь еще добавить такие детальки короче ну от штанов так следом что еще можно тут придумать так немножко давайте поработаем вот с этой штукой вот так выгладим руки и добавим теперь вот нашу вот эту деталь этой детали мы теперь добавим дайна мэш чтобы не было дополнительных полигрупп и желательно чтобы побольше был полигонаж ну опять же будет зависеть от размера вашей модели модели на на фуриус этом на поле так теперь нам понадобится какая штука нам понадобится аппенд ринг рингу мы значит делаем уменьшение можно его немножко сплюснуть обязательно поднимаем его значит к нашему вот этого куполу так уменьшаем приподнимаем повыше смотрим в верхней части нам нужно чтобы вот эта кромка была ну как можно тоньше ну сильно тонко не получится наверное смотрим со всех сторон вот где-то так включим теперь прозрачных на опять же чтобы глубоко она не заходила ну толщина более-менее одинаковая была выемка ну вот что то в таком духе делаем этой детали дайна мэш потому что она будет вычитаться и если и дайна мэш не сделать она просто не как не будет вычислена из этой вот детали так это значит вниз и опускаем у нас вот эту детальку сверху так выше вот этого ринга потому что вычитать будем нижнюю вот эту ну так вот ставим на вычитание ставим merge down наверх не переключаемся делаем merge down объединяем все это дело делаем control левую основку мыши делаем вычитание так теперь что нам нужно сделать так нам теперь нужно добавить append append добавляем сферу переключаемся на сферу и значит уменьшаем ее поднимаем до нашего вот этого ринга и для чего это нужно а для того чтобы нам сделать вычитание вот этой вот середины так и желательно его как бы значит пониже и побольше чтобы он у нас вычелся так можно его чуть вытянуть как так 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 чуть еще побольше на или пусть лучше кромка останется на сфере делаем теперь сфере дай нам теперь повторяем вычитание ставим на вычитание ринг теперь делаем merge down ok и control снимаем левую кнопку мыши все вычитание прошло тут потом можно добавить этих колец уже будет все нормально так это дело есть нам нужно теперь добавить боковые вот эти наплечники модель в принципе подходит под эти все костюмы и смотрим как сделаны наплечники они просто нарисованы значит так и есть рисунок нижний верхний и понятно сф-з уменьшаем давайте немножко опять тут порисуем control так это значит это значит второе в зону и до до ctrl-alt если нужно где-то стереть потом здесь ровная кромка здесь идет как-то так с ромбом если что, потом подрезаем и подгоним ну делаем опять же что? экстракт делаем ацепс снимаем маску, опять же повторяем делаем дайномеш сделаем теперь shift левая кнопка мыши, все это дело выводим и какая штука, нам еще понадобится нижняя вот эта часть так, снимаем маску с тела и здесь повторяем вот эту штуку побольше ее можно сделать туда, чтобы заходила ну а здесь уже вот таким вот образом так, ладно делаем тоже экстракт ацепт снимаем маску делаем все это дело опять же дайномеш здесь уже можно немножко поработать значит резкой ну вот кто-то в этом душе через альф подгоняем нас гизма эксиметры можно тычить и все это дело немного уменьшить и опустить чтобы у нас получился вот такой угол потом еще плечо можно будет сдавить и будет все зашибить делаем мира зеркалку зеркалку так тут можно поработать тоже с резкой вот этого деталью чтобы они были четче так это делаем мира и тут теперь придется немножко все это дело порастянуть потому что уже закрылки ушли вот так ну а здесь потом можно пролепить будет вот эти сделать ромбы в принципе можно их даже повытягивать вот таким вот образом так ну будем считать что заготовка есть следом CZ полукругом идут у нас значит руки база лайтера да ну здесь уже можно добавить up им добавить цилиндр так побольше вытянуть сделать ему control control d control d побольше полигонаж добавить теперь сделать ему делал удалить полигонаж и сделать дайном смс ну чтобы он гладкий было и не квадратно гнездовой так по моему много поставил я резолюцию ого-го-го 6 миллионов это не есть гуд так теперь все конечно хорошо давайте это все делаем уменьшим и подставим так сразу нужно сделать дубликат потому что цилиндры будут тоже и на ногах так это значит один можно отключить видимость подгоняем к руке база лайтера подставляем и нужно сделать так чтобы потом закрылки на ну так на щитке там были и руку чуть-чуть потоньше чтобы здесь была выемка выемку сделаем каким образом давайте сделаем вычитание сделаем вот этой штуке дай нам еще разочек на всякий случай сделаем дубликат теперь не понял в чем фишка ctrl-z нормально а вот это тогда delete ок и сделаем еще один дубликат без дайномеш тогда перекручиваем перекручиваем и делаем вычитание так это слишком много оно займет можно сделать скайл и растяжку вытягиваем в эту сторону чуть-чуть еще спрышнем чтобы у нас была боковая стенка шифт шифт левая кнопка мыши оставляем два вот этих наших картура и тут еще значит можно поменьше сделать вот чтобы две стенки у нас осталось ставим на вычитание делаем мерк даун ок и делаем вычитание ctrl z дайномеш прибавляем резолюцию вот теперь делаем вычитание так вроде бы есть такое дело так ctrl z так вычитание есть теперь теперь нам нужно уменьшить вот эту бицуху здесь тоже лодку сделать руку чуть потоньше здесь так делаем ей пока мира and well следом выбираем предплечье и здесь наверное лучше нарисовать так здесь идет закругление и так центр значит здесь рисуем вот такую штуку так это до конца не доводим лучше потом ну чтоб не резать так пока вот сюда вот наверх так здесь чтоб не запутаться значит локоть должен быть открытый вот так вот control alt чуть-чуть подчищаем мышкой играется не всегда удобно так и здесь тоже control alt здесь на побольше сделаем таким образом это здесь делаем экстракт мой толщина кстати нормально подошла делаем геометри делаем дай нам их побольше резолюцию так летом у нас идет цилиндр на ногу как это сидел мы перекручиваем подгоняем можно чуть-чуть побольше и уводим поглубже здесь делаем обрезку что-то у нас с ногами тоже такая штука так ну давайте тогда этот delete удалим переключимся на нашего персонажа и будем тогда рисовать так и к симметрию можно отключить проводку делаем по ноге цвет уводится сюда вот потому здесь под колено делается выемка потом здесь тоже под заднюю часть тоже выемка обрезка и тут побольше тут вот ступенция и короче получается вот такая вот заготовка так придется все это дело потом растягивать как-то выравнивать потому что или с цилиндра нужно было в принципе можно с цилиндра сделать вычитание ай да ладно так здесь control alt что-то в таком духе делаем экстракт но вроде неплохо надулся прям масштабненько так ну а здесь нам придется немножко повыкручиваться с этой частью тоже выравниваем и здесь она должна быть полукруглая так как так и от колена чуть отставать это потомная кисточка придется на массы и поднапидать цвет уходит в бок от колена дам значит должна на уходить подальше вот так вот так вот поднадуем так control shift можно даже тут еще побольше от собачек ну это потом штуку подкорректирую тут еще будет вставка добавочная так control снимаем маску так чтоб теперь видеть что у нас получается лучше все это дело от зеркалей так теперь у нас по ботом колени это понятно и колене месяц проблем не будет давайте колени сначала сделаем это аппенд наверное возьмем курт теперь тоже самое что прессом делали делаем скайл делаем обрезку ну это вам нём сделаем мира м твой так боком теперь поставил и тут нужно еще вот такие подрезки сделать ну и побольше само колено чтоб квадрат побольше был так же нет он еще значит округлый получается здесь обрезка тут обрезка ну а теперь поработаем вытягиваем так так вот надуть и середину аккуратненько как бы чтобы вот эти грани сильно не навернуть ну а теперь делаем дай на мышцу побольше резолюции делаем выглаживание он как раз у нас эти ромбы остались и делаем мира м твой ну вроде бы колено от зеркалена так с этой стороны можно или вытягивать или опять же сделать вычитание я лучше потом попожжать сделаю вытягивать давайте подставим все это дело на колено к нашему персонажу и колено должно быть побольше чем это значит верхнюю часть чуть-чуть раз нога у меня на модели вывернуто чуть-чуть выкручу это значит шип-зет здесь часть повыше колено выходит назад а там уже рифленка получается значит какая штука колено так тогда вот этот щиток тоже чуть-чуть перекрутит наверно на угу значит и тетев вперед вот так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, раскис прошел... Теперь нужно умудриться сделать вот эту вот штуку... Значит, сзади приблизительно голеня... Здесь, значит, выкружка... Ну, давайте добавим... Опять же... Так, чтобы добавить... Можно сферу добавить и цилиндр, и все это дело значит слепить... Ну, давайте цилиндр... Уменьшаем... Подгоняем к ноге... Вытягиваем... Сразу подкручиваем по форме... Ноги... Делаем резку, значит... В эту сторону... И... Кисточкой... Тянем... Эту штуку... Значит... Сз... Да... Вперед... А эту... Вниз... Чтобы получилась у нас вот такая вот... Конитель... Так... Это, значит... Делаем... Убавление... По ноге... Делаем выкружку в эту сторону... До запчастей... До кругляшей опускаем... Так... Здесь, значит... Надувку, наверное, надо дать... Чуть пониже эту часть... Здесь потом... В шестом чуть-чуть ее... Угу... Выглаживаем... Подгладываем... Обрезку делаем... В эту сторону... Или на... Вот так моя как-то... Но надо скорее всего кверху... Так... Сз... Ага... А здесь нужно... Вот так ее поднять... Два колена увести... Вот так... Чтобы колену не мешало... Здесь как-бы... Типа вырезка, да... Вот это... И здесь потом будет у нас... Пролепливаться... Так... Две вот такие болванки... Ну а здесь центр можно чуть уменьшить... Ну а здесь центр можно чуть уменьшить... Чуть-чуть стал вырисовываться... Ну это уже доработки... Тут уже нужно будет пролепливать... Выявлять какие-то детали... Так... Добавлять кисти рук... И вот еще... Так... Что тут еще... Так... Давайте добавим... Так... Что тут еще... Сейчас значит добавляем сферы... Это... Аппенд... Добавляем сферу... Так... 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 Ставим ее вот сюда... Ну а где-то по плечу она должна быть... Ну а теперь... Делаем резку... Банс... И тут тоже делаем... Резку... Банс... Потом уже будет... Здесь... Выемки добавляться... Какие-то тут... Вот... Детали там у него есть... На этих кругляшках... Вот они... Так... И нужно... Пока это все дело отзеркалить... Мира Энтвейл... Немножко... Сделать побольше... Так это... Не забываем снимать маску... Если не сняли... И побольше... Значит... Это дело... Приподнимаем... Почему? Потому что здесь сейчас будет еще... Значит... Верхние детали... Так... А потом... Что не нужно... Уже углубиться... Так... 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 Теперь нам понадобится... Так... Что у него там... А нам понадобится теперь... Риг... Ринг... Вот этот... 3D... Чтоб не рисовать там... Криворухо... Уменьшаем все это дело... За квадрат в центре тянем... Подгоняем к плечу... Уменьшаем... Прямо... До того момента... Чтобы более-менее... Тут все подходило... Растягиваем... Вот такой будет у нас тут... Крюк... Делаем вот пошире... Ну... Как-то так-то на... Вот... Ненужное... Отрезаем... Что у нас там... Все... И вот здесь... Вот так вот... Срезаем кромку... Benz... И здесь тоже... Ну... Грубовато... Ну... Потом все поправится... Так... Как-то так-то... Там уже рюкзак будет... Посмотрим, что... О... О... чуть-чуть и для того перекрутить и чуть-чуть перекрутить и унести еще. Ну как-то так. Так, сделаем обрезочку, подтянем ее вперед сюда, потом пролепим, сделаем здесь еще перкиперцем и вот эту решетку подтягиваем тоже к этой детали и вот так ее обрезаем, чтобы тут получился ровный стык. Ну как-то так-то. Так, ну здесь чуть-чуть можно на косяль выйти. Эту часть может чуть-чуть, наверное, вот так вот. Зеркалим эту запчасть тоже на Mira and Well. Так, шапку, шапку, чтоб стал похож, чтоб потом локтевые вот эти резинки надо будет делать, чуть подгонять. Надо будет с ранцем разобраться, я его еще в глаза не видел. И вот сюда сейчас еще добавим вот этот, делаем дубликат. Так, дубликат. И уведем его вниз. Сделаем его поменьше, сделаем его поуже. Вот так, чтобы у нас побольше стенки оставались, да. Так, это значит еще вот сюда перекрутка. Делаем опять дубликат. И уменьшаем, выводим его вот сюда. Не нужно долой. Иксиметрию можно пока убрать. Опять же уменьшаем ее, чтобы получилась вот такая вот гармошка. Так. И раз у нас есть гармошка, то тогда немножко с ногами нужно пожертвовать ногами. Так. Выбираем одну вот эту гармошку. И чуть-чуть ее выводим вот сюда, под станок вот этих. Следом выбираем эту гармошку. И попробуем ее более-менее красиво сюда вытянуть. Так, как-то. Ну, тогда здесь придется чуть-чуть поднадуть. Вот так. И поднять чуть сверху, середину. Так. Что-то. Вот эта какая должна появиться. Тут еще ремень должен быть. Так. Что тут еще? Так. Раз. Не знаю, как это потом значит объединиться, склеится. Насколько будет все правильно, неправильно рифлено. Так. И нога уходит в бок. Тут уже сделаем вроде как штаны и резинки. Так. Это значит мир. Мирор. Мирор. Тело. Мирор. Так. И вот здесь убираем плечи. Чуть-чуть все в том заглазом, где локтя вот эти. Так. На локтя. Так. Здесь вот еще какая штука. Получается можно вот эту продублировать, сделать дубликат, опустить ее пониже, сделать ее поменьше. Когда эту штуку может чуть-чуть всплеснуть. О. А сеток поднять на дне. О. А сеток поднять на дне. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok как теперь нужно сделать, добавить какую-нибудь штукенцию, значит, тоже локтевую. Так, чтобы был похож, давайте теперь с базовым лакером добавим шляпу, вот эту шапку, так, посмотрим сразу, что у него с головой, не сильно ли большая, так, ну, вроде нет, вот с этим еще можно поспорить, да, вот с этим сверхним деталью можно ее сделать, да, не то, чтоб... Ну, чуть-чуть можно, да, вот так вот ее вытянуть еще. Так, закрылку тогда заполняем пустоту, как протяжка прошла, так, и спину, наверное, здесь можно еще плечи пошлить. Ну, сейчас вроде как бы нормально, только вот эту часть побольше вводим вглубь, вот, и тогда вот этот щиток обрезку поддаем. Так. 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 так теперь в завершении пока вот этой этого наброска давайте еще голову сделаем так переключаемся на голову отключаем видимо всех саптулов так что она нас по симметрии не стоит нажимаем симметрию и вот так вот опана делаем экстракт это многовато снимаем маску включаем нашего персонажа голову выглаживаем маску и на эту маску добавляем такую штуку включаем клейбилдап можно добавить серу в принципе давайте чтобы четче было добавим атонсферу уменьшаем подгоняем к уху еще раз уменьшаем вытягиваем подгадываем значит по уху еще меньше еще меньше чуть-чуть побольше и чуть-чуть сплюснуть можно теперь ее обрезать и немножко нофта положить чуть-чуть вот так вот ее подтянуть переключаемся давайте на голову чуть-чуть можно ухи так это что такое выглаживаем натягиваем делаем геометри делаем дай нам с побольше полигоназ так вот вот как так и Так. Так. Так, ну здесь потом всё пролепится. Что-то где-то, что-то как-то изменится. Угу. И, в принципе, будет всё зашибись. Так. Это что там за запчасти такие у меня? А голова, тело, наверное, тоже будет подкорректировать. И ещё, что бы хотелось сделать, давайте добавим фирму. И добавим веки. Ну, чтоб уже как-то был похож персонаж. Делаем дубликат. Так. Делаем обрезку. Один дубликат оставляем. Ещё делаем один. И, значит, его чуть-чуть на низ перетаскиваем. Уводим вглубь. И делаем ему обрезку тоже. Подтягиваем. Ну, а здесь уже подтягиваем, корректируем. Этот глаз чуть подальше теперь. И вот этот вектор тоже чуть-чуть вглубь. Так. Ну, это уже потом будет корректировка мира N2L. Рот надо будет сделать, чтобы, ну, под анимацию мимики и обувь. Ну, это я, наверное, в следующем ролике уже займусь и руками, и вот этими ступнями. Ну, вот пока такой, как набросок, такой вот, как это, базовая, да, раскидка. Ну, а дальше кнопки, детали, резка. Надо кисточку ещё найти, которая ровными полосами режет. Забрав. Ну, на этом всё. Всем пока. До свидания.